не любит кто сказал не любит поднимите руку а вы кого-то любите вы уверены давайте разберемся в этом вопрос сейчас это очень важный момент молодой человек вызвался со мной пообщаться это очень важно пожалуйста у вас есть жена если она останется без рук и без ног вы будете с ней жить уверены точно его третье да уже стала послабее знаете мои хорошие одну вещь открою мы здесь никого не любим никого не любим кроме себя никого хоть детей сейчас разберемся в этом вопросе разберемся сейчас в этом вопросе смотрите вы каких детей любите у вас есть ребенок есть ребенок да а чужих посложнее да а знаете почему вы своих любите да я утверждаю что мы здесь никого не любим вообще никого не любим я вам сейчас докажу что вы не любите своего ребенка очень просто смотрите от ребенка от вашего исходит энергия любви очень сильная и вы наслаждаетесь просто и на этой энергии все если если ваш ребенок не наслаждает вас то вы на него ругаетесь в это время не ругаетесь нет это не любовь это энергия любви но используется она неправильно сейчас объясню потому что мы если бы мы любили детей мы бы любили всех детей одинаково вот мать тереза она всех детей одинаково любила она она не любила одного лучше другого меньше люди вы валялись на улице покалечены и прокаженные она собирала их и заботилась они почему потому что любовь человеческая она имеет корыстную природу я не против человека вообще не против любви мы разбираемся сейчас с вами конечно вы любите своего ребенка но мы сейчас разберемся как что за любовь она имеет корыстную неправильную природу и поэтому она вызывает страдания любая корыстная любовь вызывает страдания вот смотрите я сейчас вам это объясню вот вас наслаждает ваш ребенок вы наслаждаетесь им он такой любимый такой хороший в это время когда вы им наслаждаетесь и думаете какой он классный у меня ребенок что с ним происходит в это время задумывались с ним происходит он думает я объект любви ну тебя классный я любимый я суперный вы не заметили этого это это означает что он становится эгоистом так дальше по мере возможности что вы поменяете свою любовь к нему нет дело не в словах дело в самой энергии любви есть энергия бескорыстная любви есть корыстная есть две энергии любви бескорыстная энергия любви делает человека святым корыстная энергия любви калечит его психику Не испытываете? Хорошо, я сейчас вам докажу, что испытываете. Смотрите, очень просто. От ребенка исходит такая сила, которая вызывает очень сильное желание наслаждаться им. Допустим, мы берем маленького ребенка, целуем его в попу. Вот тот же самый ребенок проходит 70 лет. И он становится бабушкой. Бабушку никто в попу не целует. Потому что ее тело не наслаждает уже, понимаете? А в попу можно поцеловать, да? Ну, мой ребенок, да, мой, но в попу не целуют. Допустим, мне 90 лет, а ребенку 70 в попу я вот целовать не буду уже. Хоть это мой ребенок. Попу уже все, уже не поцелуешь уже. Уже как-то неприятно в попу целовать в 70 лет. Да? А? Что-что? Уже в 14 лет не поцелуешь попу? Сейчас говорит мужчина. Первый алкоголь. Меняются отношения. Мои хорошие. Я не против вашей любви к вашему ребенку. Мы сейчас разбираемся в вопросе, как сделать так, чтобы он вылазь с хорошим человеком. Вот о чем речь идет. И спасибо вам, что вы защитили материнскую любовь. Это важно. Вот. Это важно, потому что материнская любовь является самой возвышенной любовью на Земле среди человеческих чувств. Неконтролируемых человеческих чувств имеется в виду. Неконтролируемых. Почему? Потому что она ближе всего к душе. Я сейчас объясню. Когда мать видит своего ребенка, так как у ребенка не выходит плохая карма из сердца, в это время видно самое лучшее в нем, в грудном возрасте. В это время мать смотрит ему в глаза, и она видит в нем душу. Когда она видит в нем душу, то сердце материнское запоминает ребенка в этом возрасте таким, каким она его видит. И потом всю жизнь она будет обращаться к нему как к душе уже. Потому что душа сама по себе имеет природу счастья. Душа сама по себе очень чиста и красива. Люди, которые занимаются духовной практикой, они могут видеть в других людях эту красоту. И поэтому они счастливы. По этой причине они счастливы. Мать тоже может быть счастлива, потому что она видит красоту своего ребенка, красоту души его с самого рождения. Но так как мать не знает, что такое бескорыстие, поэтому она эксплуатирует эту энергию красоты, любви души, эксплуатирует ее. Как она ее эксплуатирует? Она присваивает его себе раз. Она считает, что это ее энергия. Она должна ей наслаждаться. Другая женщина, если будет ей наслаждаться, она не будет счастлива. Дальше она не понимает, что ребенок не чувствует себя таким возвышенным сам. Он пользуется ее любовью и от этого становится наглым. Он уже с детства, когда мать сильно любит ребенка, он уже с детства начинает наглеть. Сначала это нормально, да, потому что у ребенка нет разума и можно побаловать его какое-то время. Но потом, очень важно знать, что потом придется пересматривать свои отношения с ребенком. Женщина не должна наслаждаться ребенком прямо непосредственно рядом с ним. Он это будет воспринимать как возможность использовать это в своих корыстных целях. Допустим, мать радуется ребенку, наслаждается, он говорит, мама, ты мне купишь конфетку? Потом велосипед, потом машину, потом виллу. Понимаете, меняются потребности с возрастом. И работать для этого надо все больше и больше потом. То есть, другими словами, смотрите, та же самая энергия любви, она может принести счастье человека или может испортить его, в зависимости от того, что это за энергия любви. Вот есть матери, которые знают, как проявлять свою энергию любви. Вот смотрите, допустим, одна женщина одним образом воспитывает сына, другая другим образом. Потом сын вырастает, да? Ему надо идти в армию. Одна женщина плачет, говорит, ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. Там, а другая говорит, я тебя благословляю. Вторая, кто из них больше любит? Одинаково они любят. Одинаково. И та любит сильно, и вторая. Просто вторая любит правильно, а первая неправильно. Что за любовь и первая? Любовь выражена в виде привязанности. Смотрите, теперь давайте разбираться в терминах. Что такое привязанность? Это энергия любви, имеющая эгоистическую природу. Что такое привязанность? Я хочу наслаждаться энергией любви, которая исходит от объекта моей любви. Не служить ему, а наслаждаться им. Вот это называется привязанность. Привязанность, веды говорят, всегда приводит к страданиям. Всегда. Вот смотрите, мать, допустим, хочет наслаждаться присутствием сына. И она начинает, как себя вести с ним? Она его ограничивает в действиях. Она ему говорит, туда не ходи, туда-сюда не ходи. Этого не надо, того не надо. Все поменьше действий. А мужчина развивается в действиях. Он не может просто сидеть вот рядом с мамочкой и хлопать глазами на нее. И он, его сила мужская, возможность жить как мужчина развивается в поступках. Понимаете, с этой точки зрения мужчине нужны опасности какие-то в жизни, трудности. Но какая женщина дает возможности ребенку трудности испытывать, мужчине, мальчику? Какая? Которая знает, как правильно любить. Она знает, что надо любить, терпя эти трудности. Ну смотрите, как это можно так любить, терпя трудности. Вот смотрите, возьмем две эти женщины. Одна говорит, ты не погибнешь там в армии, не погибнешь. Я за тебя буду молиться. А вторая просто плачет. Почему? Они обе любят одинаково сильно. Но почему одна плачет? Потому что она не знает, что делать. Она не знает, что с этим делать, потому что он уходит. Непонятно, что там с ним произойдет. А вторая знает, что делать. Она знает, что сила ее молитвы будет защищать этого ребенка. Видите, в чем разница между двумя видами любви? В знании. В знании. Теперь смотрите, интересный факт. Женщина, которая служит бескорыстному мужу, она чего боится? Что он обнаглеет. И это стопроцентный факт, что он обнаглеет. Обязательно. Но проблема заключается в том, что женщина не может жить с мужчиной, не служа ему своей энергией любви. И это значит, что по-любому он обнаглеет. Хоть так, хоть сяк. Теперь, женщина наглеет рядом с мужчиной? То же самое. То есть, женщина тоже наглеет? В чем это выражается? Если мужчина наглеет, то есть, женщина приготовила ему, он уже не обращает на это внимания. Он считает, это само собой она должна мне готовить. Это ж жена моя. А кому она еще должна готовить? Мне. Ну, раньше-то она не была же твоей женой. Вот представьте, допустим, ты приходишь к ней, она еще не была женой. И говоришь, где ждать? Она еще не твоя жена. Она говорит, ты что, того? Иди отсюда. Десять лет спустя. Он ей говорит, где ждать? Она, сейчас, сейчас приготовлю, не волнуйся. Смотрите, интересно, тот же самый человек, да? Отношения совсем другие. Я к чему говорю? Что она твоей женой на несколько лет стала. Мы же живем ограниченное количество лет, да? Мы не будем вечно друг с другом, да? Она не была раньше твоей женой, и потом в следующей жизни опять не будет. А ты сейчас ее считаешь своей собственностью. Вот это называется невежество. Вот это и есть невежество. Как невежество проявляется в нашей жизни? Допустим, я захожу в трамвай, сажусь куда-то, посидел чуть-чуть, пошел билет покупать. И слежу, чтобы мое кресло никто не занял. Смотрю, кто-то занимает, я говорю, эй, это мое кресло. Он раз сел, не послушал, я подхожу к нему и говорю, это я здесь сидела? Или сидел? Видите, когда ты сидел? Он теперь сидит. Это не твое кресло, ты сейчас уйдешь, опять не твое будет. И когда пришел, было не твое. Сел, посидел, стало твоим уже. Точно так же в семейной жизни происходит. Понимаете, было не твое, стало моим и все. И теперь, что хочу с этим, то и делаю. Вот это называется невежество, понимаете? Не понимаете? Ничего, скоро поймем. Движемся вперед. Итак, давайте сделаем кое-какие выводы. Смотрите, есть разум, который контролирует ситуацию, пытается поменять судьбу. Есть ум, в котором судьба движется. Как устроен ум мужчины и женщины? Мужской ум мучает женщину или сильно наслаждает? Женский ум мучает мужчину или сильно наслаждает? Есть два варианта всего. Ну, как бы нет промежуточных вариантов никаких. Или мучает сильно, или наслаждает. Одно из двух. Когда мужской ум настроен бескорыстно, женщина наслаждается. И второй вариант, когда она наслаждается, когда через мужчину идет хорошая карма. Вот когда хорошая карма идет через мужчину или через женщину, они наслаждаются. Вот как люди мне отвечали. Они говорят, вот когда все хорошо у женщины, тогда она любит. Это означает хорошая карма. Или мужчина, допустим, мне сказал, что когда женщина с любовью относится, тогда все нормально. Когда поругались, тогда плохо. Видите, вот такая жизнь, которую я сейчас описываю, в ней нет разума. Разум не функционирует. Потому что разум для чего предназначен? Для того, чтобы не жить, как по течению плывет, а для того, чтобы поменять судьбу, победить ее. Понимаете, у нас как люди спрашивают, у тебя как дела? Все хорошо. Все хорошо означает, действует хорошая карма. Все. А это хорошо или нехорошо? Ничего хорошего. Потому что если человек живет на волне, рано или поздно придется жить под волной. Понимаете? Потому что судьба действует всегда волнами. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Жизнь меня бросает, словно мячик. Жизнь меня мотает, словно мячик. Я качусь, пока хватает сил. Песня есть такая. Вот. И как люди обычно живут? Когда пошла волна вниз, чем они занимаются? Ругаются. Ругаются. Раз. Разводятся. Два. Дальше. Пьют. Три. Дерутся. Изменяют. Дальше. Разумные люди начинают духовной практикой. Начинают задумываться, что происходит, почему так. Задумываются о своей судьбе. Но еще более разумные люди не поддаются на это счастье. Мимолетное счастье. Хорошо стало с женой. О, все, значит так вечно будет. Нет. Потом будет хуже. Разумные люди не поддаются на это, на все. Они изучают, как правильно построить отношения, чтобы никогда плохо не было. И они изучают, в чем заключается моя проблема в жизни. Проблема заключается в том, что у нас есть третья часть психики, которая называется эгоизм. Она имеет интересные функции. Эта часть психики, она закрывает знания наши о наших недостатках. У нас нет возможности изнутри себя изучать из-за эгоизма. Некоторые вещи человек через наставника открывает для себя как к Америку. В своем характере. Как к Америку. Почему? Потому что те недостатки, которые мы имеем природно, они поддерживаются социумом. Допустим, вот у женщин есть природные недостатки. Что такое природные недостатки? Это зло, которое разрушает семью. Но женщина как относится к этим природным недостаткам? Нормально. Нормально, это нормально. Вот допустим, я предлагаю женщинам поразмышлять. Допустим, у вас плохое настроение, и вы начинаете мучить мужа эмоциями. И какой вывод у вас, как внутри у вас работает психика, вы говорите? Ну так деваться-то некуда. А? Нет, нет, стоп, смотрите, давайте не об этом. Чистить дом – это правильно. Это уже деятельность разума. Или дрова колоть, как Челентано там. Вот, когда вожделений много, хочется секса, дрова колоть, помогает. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю, я вас замучил, да? Печальные такие на меня смотрите уже. Попечалились. Я хочу, чтобы вы были счастливы. У меня нет другой цели. Веды говорят, знание настоящее сначала имеет горький вкус, потом сладкий. Поэтому сейчас у нас горький вкус идет. Вам уже надоело на лекции сидеть? Да? Все нормально? Спасибо, спасибо большое. Итак, интересно знать, что человек, который понимает, что есть эгоизм, просто что есть у него эгоизм, это уже развитый человек. Большинство людей видят эгоизм только в других людях, особенно в противоположном поле. Понимаете, очень трудно женщинам женский эгоизм заметить. Как он действует, женский эгоизм? Он по своей природе очень чувствительный. Допустим, женщина чувствительная, эгоистичная женщина или нет? Да, так работает женский эгоизм. То есть, смотрите, ей очень тяжело переносить погоду, ей тяжело переносить пищу, не ту какую, ей надо разбираться в пище лучше, в одежде. Так работает женский эгоизм. И женщина как считает? Это нормально. Вот, допустим, я сейчас скажу, что это проявление эгоизма, допустим. Но женщины все равно не примут эти слова. Они подумают, Олег Геннадьевич, вам бы женское тело сейчас получить, посмотрели бы на вас, как вы тут жили, философствовали. Теперь смотрите, мужской эгоизм как работает. Вот мужчина считает, что понукать жену – это нормально. Ну, туда-сюда, там ее послал, там. Нормально. Это не проблема. Дальше. Грубый голос – это не проблема, это нормально. Я сказал, ну, чуть посильнее, покрепче сказал. Нормально, ничего страшного. Нормально, вообще нет. Женщина может ему объяснить мужчине, что это ненормально? Что не надо понукать женой? Что не надо эксплуатировать женскую природу в своих целях? Накорми меня. Это нормально? Видите, женщины даже не понимают, что это ненормально. Они привыкли уже. Муж приходит и говорит, накорми меня. Это нормально? Нет? Вопрос такой, что он задает мне. Вопрос с таким воскресательным знаком. Нет? Олег Геннадь, что, ненормально? Это значит, ему надо Кузькину маму устроить. Ну, она вообще обязана кормить, нет? Женщины, кто считает, что вы не обязаны кормить мужчин? Поднимите руку. Мужчины, смотрите, мужчины, смотрите, бунт на корабле. Некоторые женщины подняли руки. Они считают, что они вообще не обязаны мужчин кормить. Представляете? Бунт на корабле. Бунт на корабле. Вот так работает мужской эгоизм. Видите, мужчина не может понять, что женщина его не обязана кормить. Он не может этого понять. Не, я сейчас не говорю, а вот отношения есть, деловые отношения. Больше американский стиль семейной жизни. Мы деловые отношения в семье начинаем строить. Я не об этом говорю. Конечно, женская природа кормить. Женская природа кормить мужчину. То есть она соткана из этого желания заботиться. Эта энергия любви так действует. Женщина любит заботиться. Это ее природа. Но если мужчина считает, что его не обязан никто кормить, никто не обязан его кормить, и он смиренно просит об этом, пожалуйста, накорми меня, я кушать хочу. Знаете, как любовь будет возрастать от этого? Потому что когда любовь имеет чистую природу, она возрастает. Когда она соткана из эгоизма, она тает. Смотрите, пожалуйста, накорми меня. Один вариант. Накорми меня. Следующий вариант. Накорми меня. Следующий вариант. Накорми меня. Следующий вариант. Не накормишь? Последний вариант. Итак, у человека в психике есть третий элемент. Этот элемент называется эгоизм. Проблема заключается в том, что эгоизм — это самая тонкая часть психики человека. Она проникает в разум и не даёт человеку понять о себе ничего плохого. Ничего. Поэтому веды говорят, что единственный способ понять о себе правду, правду означает, что правда — это то, что поможет нам быть счастливыми. Единственный способ помочь о себе правду иметь — это отношение, в котором есть наставник и тот, кто слушает. Другие отношения правды не дают. Вот смотрите, веды говорят, что три типа отношений существуют, которые приводят человека к счастью в этом мире. И веды также говорят, что других отношений вообще не должно быть в этом мире. К вас как зовут? Спасибо вам большое. Забуду. Итак, смотрите, других отношений вообще не должно быть. Первый тип отношений. Есть старший, несмотря на то, что у него тоже есть недостатки. Просто Бог мне дал старшего, и он мне говорит правду обо мне. Я слушаю и пытаюсь это понять. Второй тип отношений. Мы друзья. Друзья — это те, кто могут сказать друг другу правду. Правду. По-доброму, по-дружески сказать. Ну, чего ты издеваешься над своей женой? Перестань ее мучить. Ну, я не издеваюсь. Ну, вот ты вот это вот, вот я услышал, как ты вот так вот ей сказал. Это же неправильно. Хорошо, я подумаю об этом. Называется дружеские отношения. В дружеских отношениях есть правда должна быть. Но смотрите, у нас нет таких дружеских отношений. С кем мы дружим? С тем, кто мне никогда ничего такого не скажет. Так? Если он сказал, значит, до свидания. Удвай. И третий тип отношений правильных — это когда ты спрашиваешь у старшего. Не он тебе говорит, а ты спрашиваешь. Ты ведешь себя как младший. Видите, есть отношения старшей с младшим, есть отношения младшей с старшим, есть отношения равные. Когда они бескорыстную природу имеют? Когда ты можешь сказать человеку правду про его эгоизм. Поэтому веды говорят, все отношения в этом мире имеют ценность, когда мы с помощью энергии любви и заботы о человеке можем ему сказать о его недостатках. С любовью это надо делать. Тогда он примет с любовью. Теперь у меня вопрос. А в семье можно сказать о недостатках близкому человеку? Видите, вы сказали, да, и ваша, значит, семейная жизнь будет уничтожена. Но будет уничтожена. Вы просто разрушите свою семью. Я вам сейчас объясню уровни развития семьи, и вы поймете, да или нет. Смотрите, первый уровень развития семьи. Мы просто наслаждаемся друг другом. Нам неинтересно, как человек думает близкий, как у него там работают мозги, какие у него интересы в жизни есть. Есть у него духовное желание какие-то развиваться, духовное или нет. Во что он верит, нам неинтересно. Мы просто наслаждаемся с ним. Мы просто вместе с ним балдеем. Пойдем сходим в кино, пойдем прогуляемся на природу, пойдем сексом позанимаемся и так далее. Мы наслаждаемся человеком просто. Мы с ним вместе проводим время. Это не развитые отношения. В них нет никакой любви. В них есть только эксплуатация любви. Все. Это значит, что эти отношения обречены на провал полностью. В них нет жизни, в них нет стабильности, нет верности, ничего нет. Есть просто одна разруха. То же самое в дружеских отношениях. Смотрите, взять дружеские отношения. Мы вместе ездим отдыхать, мы вместе ходим в кино, мы вместе там наслаждаемся. Разруха. Потому что, когда наслаждение заканчивается у одного из этих людей, второй уже к нему не придет. Там не было любви. Не было любви, нет отношений. Любовь означает делать что-то для человека. Не наслаждаться его присутствием, а служить ему. Вот как проявляются те люди, которые служат. В дружеских отношениях они следят за человеком. Те, кто дружат, они следят. Они говорят, ты зачем туда пошел, в этот кабак? Не надо туда ходить. Зачем? Тебе что, мало счастья в жизни? Давай сходим куда-нибудь, в другое место. Зачем тебе там находиться? Там плохие люди. Они тебя сделают алкоголиком. Это друг так говорит. Друг настоящий. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг. Да?